Есть небольшое время, наверное, для вопросов нашим коллегам. Скажите, пожалуйста, кто-то хочет задать какие-то вопросы по особенностям действия препарата эпилемумаб? Ну, надо просто сразу сказать, что, конечно, этот препарат пока в нашей стране не зарегистрирован, и опыт его лечения есть только у относительно небольшой, к сожалению, такой прослойки врачей, которые участвовали либо в клинических исследованиях, либо в программе расширенного доступа. Пожалуйста, Игорь Вячеславович. У меня вопрос к коллегам, которые также имеют опыт применения препарата. Алексей Викторович, как Вы считаете, есть ли смысл, по ощущению, продолжать лечение больше, чем 4 введения? Потому что 4 введения – это та индукционная фаза, которая была исследована в регистрационном исследовании, которая была изучена в более ранних исследованиях второй фазы. Но по Вашему мнению, нет ли ощущения, что если мы продолжим, то мы можем добиться большего числа объективных ответов? – Скажем так, возможно, да. Потому что если мы предполагаем, что препарат обладает поздним развитием эффекта, в идеале, чтобы поддерживался иммунный ответ, надо, чтобы этот процесс продолжался. То есть и процесс индукции, процесс образования новых клонов, процесс образования клонов на новые антигены, которые все равно появятся в процессе развития опухоли, которые могут быть причиной ухода от иммунологического контроля. Соответственно, нам нужно постоянно поддерживать процесс активации и дальнейшего поддержания ответа. Сколько продолжать и как продолжать – это вопрос. Потому что препарат довольно-таки длительно циркулируется в крови, и то, что мы останавливаем их введение после трех месяцев фактически лечения, еще шесть месяцев он циркулирует практически в той же концентрации. По сути, любая другая терапия, которая начнется сразу после окончания терапии эпилеумабом, она должна рассматриваться комбинированно, потому что эпилеумаб еще в крови, и его эффекты еще остаются. Поэтому, с моей точки зрения, это предмет для изучения и для исследования. Но этот вопрос совершенно законный. А вот у меня можно к вам вопрос? Да. Вы же интересуетесь темой, так сказать, поиска маркеров чувствительности к лекарству? Интересуетесь, да? И это касается, наверное, эпилеумаба? Безусловно. У вас есть какие-то оригинальные взгляды, которые мы, даже, может, вы и не скажете, это тайна ваша, может быть, научная, но оригинальные взгляды, которые могли бы приблизить нас к пониманию, когда этот препарат может работать, когда нет? Ну, я надеюсь, мы сейчас проводим, мы собираем иммунологические данные в ходе нашей программы, и вот сейчас готовимся к их анализу, причем данные собираются у пациента в процессе лечения и после окончания лечения у тех, у кого был эффект. Поэтому я надеюсь, что мы попробуем пролить свет. По предварительным данным у нас один из параметров, который оценивается, это уровень ЦТЛ-4 положительных клеток в периферической крови, и этот уровень падает. Но это впечатление, а не насколько это хорошо или плохо, невозможно сказать. Но, по крайней мере, это то, что наблюдается довольно-таки часто на фоне лечения. Понятно. Хорошо. Спасибо. А вы, Игорь Вячеславович, что изучаете? Вы же тоже смотрите вместе со мной. Я, правда, забыл, что мы смотрим. Да, мы тоже кое-что смотрим. Я сейчас не готов так уж предметов, панель, а в логических маркетах, которые мы смотрим. Хотя нам тоже должны быть сильнее 4 положительные клетки, а их положительные клетки. Конечно, в этой дискуссии было бы интересно поговорить с разработчиками препарата, я имею в виду учеными, которые пришли к заключению, что создание моноклонального антитела против этого рецептора будет способно выполнить всю полную задачу. А есть такое понятие, как афинность, когда антитело всегда будет приклеиваться и максимально закрывать. Мы вот не знаем этот параметр, даже нам никто о нем не говорит, потому что в инструкции к применению препарата такого показателя нет. Но, возможно, именно этот показатель, если бы мы его знали, играл бы определенную роль в понимании того, каким образом этот препарат сможет работать и как быстро он начнет это делать. Потому что я не знаю, как по-другому объяснить то, что не у всех происходит, то, что должно происходить у всех. Ведь так же? Да. По вашим, может быть, наблюдениям, по вашим данным, есть ли изменения уровня антиген-специфических лимфоцитов против каких-то противопухолевых антигенов, например, раково-тостикулярных или чем-то на фоне лечения перималом? Я понимаю, что это еще не опубликованные вещи, но можно ли? Да, это не то, что не опубликованно, просто тут есть технические сложности в определении именно специфического противопухолевого иммунного ответа. Теоретически, да, можно предполагать, я сейчас в следующем докладе некоторые картинки по ПД-1 покажу с этими вопросами, по поводу того, что можно предполагать, что если развивается специфический противопухолевый иммунный ответ, это хорошо, но тут вопрос технического способа определения. То, что есть у нас в центре, это продукция цитокинов на фоне контакта с антигеном, оно требует получения живой биопсии. Это далеко не всегда возможно, тем более это требует приведения в культуру, получения лизата. В общем, это технологически достаточно страшный процесс, поэтому, когда мы это делаем на фоне вакцины, понятно, к чему должен развиваться иммунный ответ. То есть мы берем то, что мы использовали для вакцины, если к нему развивается иммунный ответ, мы видим лучшие эффекты в клинике. Для эпилеумаба это гораздо более сложный процесс, поскольку биопсия в потоке этих пациентов у нас не используется, мы, вероятно, не сможем ответить на него. Спасибо.